Возможно, вы слышали, как поют «Лехаим, лехаим за жизнь! Лехаим, лехаим за жизнь!» Возможно, вы видели, как евреи произносят тост «Лехаим, лехаим!» Это буквально значит «к жизни!» «Хаим» — «жизнь» и «Ле» — «к» — «Лехаим!» В Библии есть стихи, говорящие о чем-то, что ведет к жизни. Например, притчи 11-19 стих. Там говорится «Держащийся праведности будет жить, а гонящийся за злом умрет». И буквально это звучит «к жизни!» Если кто держится праведности, это к жизни. Но это значит нечто большее. Это тост, это выражение надежды, «Лехаим!» Что все у тебя будет хорошо, что ты будешь благословлен. «Лехаим» — это значит не просто, что ты живешь, но что ты живешь хорошей жизнью, что ты живешь благословенной жизнью, что ты живешь здоровой и безопасной жизнью. Все то, что вы пожелали бы кому-то. Просто подумайте об этом. Если я скажу вам, вот молодая пара, они женятся, вы не могли бы помолиться и благословить их? Как бы вы помолились за них? «Господь, пусть их любовь становится все сильнее с годами, пусть их союз будет нерушимым, пусть с ними будет Твое благоволение, благослови их детьми, исполни сокровенные желания их сердца». Вы молитесь о подобном для кого-то, вы благословляете их. Вот это и есть суть «Лехаим». Вот что это значит. И я могу сказать это каждому человеку, потому что это мое желание, чтобы их жизнь была в гармонии с Богом, а в гармонии с Богом они будут благословены. Но и евреи-этеист может использовать это слово, потому что это не только религиозное выражение, это выражение благополучия. Потому для всех вас, наших зрителей, «За жизнь! Лехаим!» Это молитва моего сердца за вас.